Ответ непростой, потому что у нас очень плохо в стране не только с судами и с судопроизводством, но и с исполнением решений судов. Появление вот этого феномена бандитских коллекторских организаций с одной стороны, а с другой стороны, конечно, они появились не просто так, не на пустом месте, они появились из огромного количества плохих кредитов, их у банков уже миллионы. И появление вот этих микрокредитных организаций, это по сути дела черный теневой сектор в финансовой экономике. Элемент криминальный, бандитский в этих микрокредитных организациях очень значительен. Поэтому для того, чтобы с ними бороться, а бороться должно государство, надо применять уже уровень высшей власти. Это должны быть указы президента, решения Государственной Думы и, конечно, контроль за их исполнением. Я вообще сторонник более радикального, сам как бывший финансист, руководитель кредитной организации, понимаю, как это все устроено более-менее. Я бы предложил следующее. Я бы предложил амнистию не только капиталов, ворованных и увезенных когда-то за рубеж, и речь идет ведь о сотнях миллиардах долларов, но и амнистию микрокредитным, вот этих вот, амнистию жертвам, именно жертвам микрокредитных организаций и тех банков, которые пошли по пути микрокредитных организаций. Даже Путин, мне помнится, в одном из выступлений сказал, что у нас сейчас более 11 триллионов рублей находятся в задолженности населения банкам и, наверное, и тем же самым микрокредитным организациям. Вдумайтесь, 11 триллионов – это почти половина нашего бюджета годового. Дальше вопрос, откуда возникла эта задолженность. Наивное советское население, оказавшись в трудных экономических условиях, ринулось за этими кредитами. Мы прекрасно знаем, как они выдаются. Мы прекрасно знаем, что там мелким шрифтом все записано в пользу микрокредитной организации, проценты фантастические, там до тысячи годовых. Об этом, кстати, тоже наш президент говорил, то есть власти прекрасно знают ситуацию. Это называется не просто расставщичество, это называется грабеж. И раз государство решило амнистировать жирных котов, амнистировать коррупционеров, казнокрадов и так далее, то я могу эту логику продолжить. Почему люди берут кредиты? Потому что они были в свое время ограблены вот этими казнокрадами. Потому что в свое время бюджет лишился гигантских денег, эти деньги уплыли за рубеж, теперь они амнистированы. Но люди недополучили из бюджета какие-то социальные выплаты. Это могли быть добавки к пенсиям, это могли быть добавки к их доходам и так далее. И они ринулись, не имея достаточного опыта исторического. Наше вот это наивное советское население ринулось в эти микрокредитные организации, не умея читать договора, практически подписываясь слепую и попадая на вилы, попадая на грабли микрокредитных организаций. Теперь, чтобы расшить эту ситуацию, мало приструнить коллекторов. Долги уже разбухли, они уже достигли колоссальных размеров. Надо резать уже в этой части, надо амнистировать. Как амнистировать? Например, объявить, что все, что выше, скажем, ставки рефинансирования по части микрокредитных организаций, должно быть прощено заемщикам. И чтобы ни микрокредитные организации, ни банковские организации не имели права требовать выше этого. Закон обратной силы не имеет, государство может это сделать. Что все на данный момент, что было когда-то даже взято, все это амнистируется. Что значит закон обратной силы не имеет? Закон амнистирует казнокрадов, которые украли 10-15 лет тому назад. Точно так же и здесь можно амнистировать. Продолжение следует...